Человек-легенда, отец-основатель всеми любимого бренда Apple и очень успешный предприниматель. Да, мы говорим о Стиване Поле Джобсе. Или просто Стиве Джобсе. Наверное, сложно найти человека, который не знал бы этого имени. До сих пор его личность способна вдохновлять людей, а его книги популярны во всем мире. Учите английский годами, но еще не победили языковой барьер? Считаете, что вам не хватает мотивации, чтобы заговорить на английском? Тогда это видео для вас. Вы получите огромную дозу мотивации, ведь мы разберем 5 мотивационных цитат Стива Джобса на английском языке и знаменитой речи Стива Джобса. А чтобы не пропускать новые ролики, то обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчики, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Кстати, больше полезной информации мы ежедневно публикуем у нас в телеграм-канале и в инстаграме. Ссылки в описании. 12 июня 2005 года Стив Джобс выступил с речью перед выпускниками Стэнфордского университета. Кстати, такая церемония выдачи аттестата в американских университетах имеет красивое название — Commencement. В этой речи он рассказал о трех историях из своей жизни, которые поразили и вдохновили всех присутствующих. И мы планируем снять отдельное видео по каждой из этих историй, ведь каждая из них наполнена разговорным, интересным английским. Поддержите нашу затею в комментариях, если ждете продолжения этого видео. Вы не можете соединить точки, глядя вперед. Вы можете только соединить их, глядя назад. Поэтому вы должны верить, что точки каким-то образом соединятся в вашем будущем. Здесь используется хорошее выражение to look forward. И оно имеет два основных значения. Во-первых, смотреть вперед, в будущее. Сегодня мы смотрим в будущее. А второе значение, оно еще более распространенное, чем первое. Ждать чего-то с нетерпением или на что-то рассчитывать. Я с нетерпением жду завтра. А вот to look backward имеет противоположное значение — смотреть назад, в прошлое или просто оглядываться. Но надо сказать, что в разговорной речи вы скорее услышите вариант to look back, который имеет такое значение. А look backward — это скорее слово, которое встретится вам в книжной речи. Например, вот в такой цитате. Если и нужно оглянуться на вчерашний день, то только для того, чтобы извлечь уроки, которые позволят нам уверенно и решительно шагать в будущее. Единственный способ делать работу на «отлично» — любить то, чем занимаетесь. Если вы все еще не нашли такое дело, продолжайте искать. Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. В данном выражении don't settle можно перевести как не успокаивайтесь, не останавливайтесь. У слова settle существует несколько значений. Первое значение — уладить, решить. Есть такое выражение. Then it's settled. Например, если вы собрались с друзьями сходить в кино и смогли быстро определиться, на какой фильм идти, можете смело сказать. Then it's settled. Что будет означать «тогда договорились» или «все решено». Then it's settled. Then it's settled. Или можно сказать I haven't settled on anything yet. I haven't settled on anything yet. Я еще ничего не решил. И второе значение глагола settle — обосноваться, поселиться где-то. Тут равноправны два варианта. Settle или settle down. I'd love to settle down in the country some time. I'd love to settle down in the country some time, Janine. Я бы с удовольствием однажды осел или поселился бы в деревне. Ну, а вам не обязательно где-то обосновываться, чтобы учить английский. Ходить в частные школы, тратить время на дорогу. Ведь онлайн-школа English Show рядом с вами, где бы вы ни находились. Единственное, что вам нужно, чтобы освоить английский, — это интернет, мобильное устройство, мотивация и стаканчик вкусного чая. По ссылке в описании вы можете записаться на бесплатный урок. Расскажи на этом уроке преподавателю о своих целях в английском, и мы построим обучение специально для тебя. А если ты любишь читать, то там же в описании ты найдешь ссылку на платные и бесплатные книги от English Show, которые прокачают твой английский за считанные дни. Начни учиться прямо сейчас, и уже через несколько недель ты почувствуешь огромный результат. Ваше время ограничено, так что не тратьте его впустую, живя чужой жизнью. Если вы еще не знаете перевода слова limited, то запомнить его будет проще простого. Оно активно используется в рекламе. Лимитированное или ограниченное издание, серия, партия. Limited edition, serious parties. Также слово может использоваться, когда говорим об ограниченном выборе, a limited choice, ограниченных ресурсах, limited resources. Кстати, именно слово limited, вернее его аббревиатура LTD, используется в названии общества с ограниченной ответственностью, ООО. Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш собственный внутренний голос. В этой цитате используется крутой фразовый глагол drown out. Напомним, что фразовый глагол – это конструкция, которая состоит из глагола to go, to take, to get, предлога или наречия. Предлоги и наречия могут меняться, изменяя значение фразового глагола. Этот фразовый глагол drown out означает заглушать. Например, шум. I'll put on our own music and drown them out. Put on our own music and drown them out. Я включу нашу музыку и заглушу их. I wore my headphones and blasted Jay-Z to drown them out. I wore my headphones and blasted Jay-Z to drown them out. Я надела свои наушники и врубила Jay-Z, чтобы заглушить их. Имейте мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают, кем вы действительно хотите стать. Когда-нибудь задумывались, почему ваши подписчики в соцсетях также называются фолловерами? Потому что они следуют за вами. То есть следят за вашей жизнью, просматривая новые публикации и сторис. В данной цитате как раз есть слово, которое в итоге и перетекло фолловеров в русском языке. To follow. Первое значение слова – двигаться за кем-то. Следовать. В прямом смысле этого слова. He's obviously followed us down here. He's obviously followed us down here. Очевидно, он проследил знамя досюда. В переносном значении можно следовать сердцу, интуиции. Например, you gotta follow your heart. Boss, you gotta follow your heart. Ты должен следовать за своим сердцем. Всего пять цитат Стива Джобса и семь новых слов у вас в кармане. По ссылке в описании вы найдете полную статью по этому видео и бонусом еще пять цитат Стива Джобса с разбором полезных фраз. И дайте знать в комментариях, если хотите продолжение разбора этой легендарной речи Стива Джобса. С вами был Голос Инглиш Шоу. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok